Дизельный Санта-Фе, 19-го года выпуска. И сразу хочется сказать мне, почему это не ваг. Ну, например, вот поэтому после маки потеют пары. И вот поэтому, когда ты садишься в салон, тебе надо просто дверь открыть по-человечески, что ограничитель может не срабатывать, потому что он такой по-корейски слабый. У него есть два положения, на которых видно, как он болтается. Просто если привыкнуть к фольксвагеновским, скажем, ограничителям, даже на простых машинах, то ты дверь откидываешь, она здесь вот так вот закрывается. Достаточно забавно. Ладно, на всех дверях такая штука. Корейцы есть кореецы. Ничего плохого не хочу сказать про эту машину. Машина супер. А красок у нее никаких нет. По кузову есть мелочевка в виде третеркости бамперов. Бампер здесь обклеим в пленку. В защиту. И капот. Сейчас кто-то царапнул, видно ее части этой пленки. Диски 19-й, комплектация здесь максимальная, с круговым обзором. Камеры стоят вот здесь. Внизу зеркал также есть подсветка зон. Камера под значком, сзади. Остекление все оригинал. Кузов весь хороший. Пробег у машины 36 тысяч. Один собственник физлицов из Твери. То есть никаких каршерингов мобилити тоже не было. Кто вот такие ставит с надписью Хундай? Пластиковые текатели тоже загадка. В машину ценник, который свыше 3 миллионов. Ну ладно. Премиум резина Continental. 19-й радиус. Крышка, электропривод, все ниши, все проемы, все в идеале. Ну тут без демонтажей. Все это будет видно на фото. Привет. Андрей. Александр. Сейчас видео доделаю. Очень положительный автомобиль. Очень хороший. Снимаем из нового. На северо-западе смотрели, была похуже в машине. С двумя окрасами. Вот решили не брать. И она была 3,2,50. Причем, по-моему, такого же цвета. Открой, пожалуйста, капот. Под капот на так же здесь все. Полный порядок. Никаких демонтажей, ничего тут такого не было. Позведи, по-моему, ключик. Ключик возьми. По диагностике без ошибок. Побег оригинал. Мотор работает все идеально. Сейчас покажу салон и те кусяки, которые я по кузову нашел. Он, видимо, как неаккуратно ездил. Но, этот... Есть несколько царапин. Как от веток, что ли. То есть, это все убирается полировкой. И ничего здесь такого значительного нет. Тоже сколов, тоже ничего нет. Вот здесь бампер задел. Тут можно карандашом подмазать как-то так. Заделось. Ну, вот этот хундаевский. Так называемый хром, который не хром. А просто пленка, наклеенная на пластик. По зазорам все у него отлично. По комплектации все эти виды камер, ауксы, климат. Обзорная камера. Показываю. То есть, достаточно прикольно, все работает. По технике, в общем, вопросов нет. Здесь переключение режимов езды, уже показывал. Так вот начинают загораться. Эко, спорт, смарт, комфорт. Адаптивный круиз. Голос, управление, удержание в полосе. Блокировка дифа. Помощь при спуске. И прочие вспомогательные системы. Ну, в общем, машину можно рекомендовать. Салон без износа. Так. 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 Продолжение следует...